Романтика Романтика Романтики действительно не осталось От одной мысли, как нынче женится, пробирает рожь Он ничего пробирает Он встречает ее на теннисном порте Или на поле для гольфа Или на танце в клубе Идет знакомиться к ее матери в костюме с бабочкой А то и в очках В очках В неволе строгнешься Ее мать тактично наводит справки о его годовом доходе Узнает, что милый, добропорядочный молодой человек Решает, что он должен жениться на ее дочери Его приглашают прийти вновь Его приглашают на обед На званные приемы И всем в доме понятно, что он влюблен в их дочери Все члены семьи стремятся оставить их наедине Если только представится такая возможность жить Да, дорогая Ну, разумеется, если только представится И вот приходит день Когда он делает ей предложение Он вормочет Какие-то далеко не самые прекрасные слова Она принимает их за предложение Идет и говорит матери Он идет и говорит отцу Они обручены Теперь он называет ее моя невеста Она его мой жених Обрученными, они могут оставаться долгие месяцы Иногда годы, Мелисанда Долгие годы И когда они куда-нибудь приходят вдвоем Все отпускают насчет глупой шутки Громко кашлят, если они заходят в комнату Где кроме них никого нет И в конце концов Они отправляются на медовый месяц Сообщая при этом всем Прежде всего газетчикам Где они его проведут А потом возвращаются И начинают говорить О хлебном соусе Чинь Это ужасно Ужасно, дорогая Но это двадцатый век Ничего не поделаешь Ничего не поделаешь Иногда я вижу Как полный Закованный в броню Приезжает на коне Под моим решетчатым окном И в свете Солнечным и ясном Каменья на седле Прекрасно Шли водоспехи И яркой стали Единым пламенем Сияли Когда он Мчался В Камелота Носил свой меч Могучий он В ножнах Что крытый серебром И латы Издавали звон Когда он Мчался В Камелота Да, дорогая Но сейчас Никто Никуда не учит И когда он Приезжает на коне Под моим решетчатым окном Я машу ему Нежно белой рукой Которую просунула Сквозь решетку И бросаю Что-нибудь В знак моего расположения Мелочь Роза Да, возможно Всего лишь Только роза Мелисандра Неужели Помашешь ему Нежно Белой рукой Я хочу сказать Это Будет неприлично Неприлично Ну как по-другому Он мог узнать Что я люблю его Как по-другому Он мог прикрепить Мой подарок Шлем Отправляясь на битву Ну разумеется Только так Да И когда он Побеждает В бою Всех своих врагов Он возвращается Ко мне Я Скручиваю себя Дома Все просто Не веревку Потому что Меня заточили В моей комнате Сбрасываю ее вниз Спускаясь вниз По ней К нему Он сажает меня На седло Перед собой И вместе Мы уезжаем В большой Светлый мир Вместе Навсегда Дорогая Ты собираешься Выйти замуж И... Тима останавливается У маленького битвы Старого отшельника Доброе встречение Помечает нас Объявляем Жим-женой Славой Но иногда Он не в доспехах Он Принц Из волшебной страны А мой отец Король Из соседней страны Который сильно Докучает Драгон Кто дорогая Драгон Король Мой отец Отдает Мою руку И половину Королевства Тому Кто убьет Драгона И принц Который Нечаянно Приезжает По нашей стране Принимает Вызов Но Драгон Сжирает Его Драгон Еще его любила А я удостоила Его мимолетным взглядом Он не тронул Моего сердца Другой принц Берется За это дело Отважно Бросается На Кровожадого Молодца Но Увы Драгон Сжирает Его Боже мой Вот Как-то Вечером Во дворец Моего отца Приезжает Прекрасный Скромный Юноша Одет Перстикова Шафрановая И просит Попытать Счастье С драконом Проходя Патронный Зал Идив В баню Мы с ним Случайно Сталкиваемся Наши взгляды Встречаются Ой, Джейм Да, дорогая Вот где бы тебе жить В те далекие времена Ты такой Зупрянный А ты бы хотел Чтобы я был Каким-то фриком Такой Обыкновенный Такой Неромантичный Нет, послушай Я, конечно, не говорю Что я читаю Поэзию И все такое Если ты это Подразумеваешь Подромантичным Но заурядок Мне бы хотелось Знать С чего ты пришла К такому выводу Поппи Я не хотела Тебя обидеть Продолжай Мы не будем Обращать внимание На обиды Хорошо Тогда посмотри на себя И что? Что? Я не понимаю Что не так? Поппи Все не так Мужчина Которому я себе Отдам Должен быть Не только Моим возлюбленным Он должен быть Моим Сказочным Принцем Моим Рыцарем Моим Героем Он должен Совершать Подвиги Чтобы завоевать Мою любовь А как ты будешь Совершать подвиги В таком смешном Костюмчике А что с ним Такого? Такие все Носят Такие Все Носят И говоришь Ты как все И одеваешься Ты как все И ешь Полагаю Тем вечером Тебе тоже Не понравился Хребный соус Ну для хлебного Соуса Он был не очень Я так и думала Я так и думала Это ты его Приготовила Да? Неужели Я похожа на женщину Которая способна Приготовить Хребный соус Ну я подумал Знаешь Сэнди Извини Я хотел сказать Мелисандра Не вызывай меня Сэнди Я не возражаю Хорошо Сэнди Да Сэнди 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 А когда ты выйдешь Саму со своего Этого принца Он что будет Готовить тебе еду Я не понимаю Тебя Сэнди Действительно Не понимаю Я уверена Что ты не понимаешь Но ведь действительно Не понимаешь Полагаю Я будет пахнуть Лучком Если он будет Готовить еду Забавным должен быть Этот парень Хотелось бы мне его увидеть Хобби Если б ты встретил его Ты не понял бы И его Я что ли Убедил Он Мое воображение И хорошо Я так и рад что вы заехали Потому что пить в одиночку Это кошмар Даже когда Жена моя доверит Эликсирный От кашля Я настаиваю На том Чтобы кто-нибудь Из домашних Было вместе со мной А стаканчик Эликсира От кашля С давним Другом И Эликсирный Лечь спать Может все-таки Снимите плащ И взятите Я премного вам благодарен Я очень извиняюсь Вы наверное думаете В своем ли я уме Нет Я думаю Что за виски Нам принесла Эликсирный Видите Я ехал в Холлингем На костюмированный бал У меня прямо Гора Спрещалился Но поэтому Я не хотел Уходить дома Слышите Но этот костюм Вон так К лицу Если позволите Вы сказать Свои мнения Я премного вам благодарен Но знаете Чувствую себя таким Нелепым Когда вокруг Люди В привычной одежде Наоборот Это вы Заставляете Других Чувствовать себя Нелепыми Я не уверен Что этот костюм Подошел бы мне Но я думаю Я смог бы найти Для себя более подходящую Девушку Чем Это Совершенно право Как говорится Одежда Меняет человека Да Именно так Но в таком костюме Как-то не должен Пить виски Не то слово Сигарету Если позвольте Я закурю Своих Конечно Вы добраться В те времена Обходились без карманов Я попросил Один Огоньку Да Благодарю Рыгалка Бобби Ну За удачу И позвольте Еще раз поблагодарить Вас за гостеприимство Делаю вам Перемить всех Ваших Дорогов Теперь Горингом Не знаю Заметили ли вы Карту Да Карту я видел Но Меня больше Зарисовали Ваши Гравюры Вы интересуетесь Гравюрами? Да Более чем Так и любителей Разумеется Большинство Молодых людей Пришедших сюда Думают Что изобразительное искусство Началось и закончилось На Пикассо Но если вас действительно Интересует Гравюры То у меня В библиотеке Есть на что Посмотреть Сэр Ваш бензин готов Спасибо Разумеется Сейчас Я не буду Отнимать вас Времени Но Если бы Вы заехали В любой другой день В конце концов Я с вами Соседи Да Разумеется Благодарю вас После приглашения Наш городок Называется Хэтлинг Упоминаю об этом Лишь потому Что вы Заблудились Хэтлинг Господи Захарь Я знаю Где я При лунном свете Все так Меняется Я как раз Завтра В 8 места Собирался На ланч Если бы Вы позволили Я бы мог Заехать к вам Я бы вернул Вам бензин Отблагодарил Вас за гостеприимство И проявил Свою полную Небежественно Снореную гравюру Все в один день Илья Тихчай Отлично Ну Пожалуй Мне пора Ну По пути Давайте Все таки Смеляем на карту Да И Думая о том И о чем Я вдруг начал Рассказывать Всякие Интересные вещи Про людей Которых называют Королями И королевами И про каких-то еще Которых называют Купцами И про то место Которое называется Европа И про потерянный остров Посреди моря Куда не приходят Корабли И как сделать Насос Если нужно И какие бы товары Получаем Из Бразилии И постепенно Они добрались До зачарованного Места Которое находилось На самой вершине Холма И это место Было зачаровано Потому что Никто не мог Считать Сколько тут было Деревьев 63 Или 64 Как и полагалось Зачарованном месте И земля тут Была совершенно Ская Не такая Как в лесу Где росли Всякие Холючки Папурники Лежали иголки Нет Здесь она росла Ровной Ровной Зеленой Травкой Кладкой Как газон Это было Единственное место В лесу Где можно было Здесь спокойно И посидеть И не надо было Пойти сразу Вскакивать В поисках Чего-то Другого Наверное Потому что Зачарованном месте Мы могли Видеть Все Все На свете Но в всяком случае До того самого места Где нам Как кажется Небо Сходится Все Дер Редактор субтитров Редактор субтитров